Эта порода имеет столько названий, что их достаточно для программы по защите свидетелей. Шантильи изначально назывались иностранные длинношерстные, затем их называли Тиффани, а сейчас Шантильи. Изначально Шантильи называли Тиффани, но в Европе уже была порода с таким названием, поэтому название изменили на Шантильи. Путаница существует не только в названии, но и в источниках происхождения породы. Были слухи, что это смесь длинношерстной абиссинской и гаванской коричневой. Происхождение и развитие этой породы несколько загадочны. Только сами кошки знают правду. Безотносительно к происхождению или названию, породы несомненно красивые. Скажем честно, очень милая кошка. Шантильи как фотомодели, с высокими скулами и большими красивыми овальными глазами. Она настоящая супермодель кошачьего мира. Ниспадающая локона супермодели – предмет зависти. Порода имеет шелковистую средней длины шерсть. Она бывает разных цветов. Наиболее частый – роскошный темно-коричневый. Расцветка шерсти может быть изумительного шоколадного цвета, и иногда их называют «восторгом шоколада ману». Глаза у Шантильи – дымчатого цвета. У этих кошек очаровательные глаза, красота которых с возрастом усиливается. Но не только красивая мордашка делает этих кошек выдающимися. У них есть уникальная способность. Они умеют петь, как птицы. Это одни из моих любимых кошек, потому что они довольно музыкальны. Чик-чирик. Считалось, что Шантильи вымерли, пока в 1967 году при продаже дома в Нью-Йорке не была найдена пара. И все сегодняшние Шантильи и Тиффани – это наследники тех двух, найденных при продаже дома. И хотя эта порода остается с нами уже почти 50 лет, встречается она редко. Одна из этих редких кошек появилась в жизни владельца очень необычным образом. Покойный отец моего мужа пришел ко мне во сне и сказал, что послал мне подарок. И пушистый подарок, естественно, прибыл. В то утро у порога сидел черный кот. Сейчас его зовут Сэмми. Возможно, то, что Сэмми оказался на пороге дома Барбары, не было случайностью. Кошки Шантильи известны тем, что сами выбирают себе человека. Когда они вас принимают, они становятся очень верными кошками. Они преданы тому, кого выбирают, и Сэмми выбрал меня. Все последние 10 лет Сэмми остается защитником Барбары. У нас тут недавно был торнадо. Его воронка прошла в полукилометре от дома. А Сэмми меня предупредил. Он побежал по лестнице в подвал, а я быстренько за ним. Сэмми не только разбирается в погоде, он также замечательно понимает людей. У нас, похоже, очень крепкая связь. И в нем есть что-то такое, что я не могу даже объяснить. Ну, Сэмми, готов покушать? Он также помогает вставать мне по утрам. Он будит меня и просит накормить его. Молодец. Хороший мальчик. Он прирожденный руководитель. Возможно, он им и был в прошлой жизни. Сэмми также руководит Барбарой в ее работе ведущей еженедельной домашней радиопрограммы, которая транслируется на более чем в 400 радиостанциях по всей стране. Я Барб Адамс, и, как я обещала, у меня сегодня в студии присутствует особый маленький гость. Сэмми сам придумал себе роль. Он решил, что он режиссер и продюсер. Он выседает на своем, можно сказать, троне и внимательно слушает. Иногда он делает вид, что ему скучно, но он всегда наблюдает. Сэмми даже знает, когда приходит время эфира. Он начинает расхаживать взад и вперед, готовясь спуститься в подвальную студию и начать передачу. Пора в эфир. Где он остается ее преданным другом с тех пор, как она впервые вышла в эфир два года назад? Сэмми всегда в студии. Сэмми нравится радиопередача. Каждую неделю, все четыре часа, он преданно сидит рядом со мной. Вполне справедливо, что он стал знаменитостью и получает звонки от слушателей. Говорите, вы в эфире. У меня два вопроса к Сэмми. Первый. Каково это работать с Барб Адамс? И второй. Что ты любишь делать, помимо того, что ничего не делать? Он получает удовольствие от процесса. Во время перерывов на рекламу он играет со своими игрушками. Думаю, он бы хотел заполучить отдельный микрофон. Шантильи – здоровая порода. Но у них есть дурная привычка – выдергивать шерсть. Подобное наблюдается у кошек, которые обеспокоены и находятся в тяжелом положении. Они начинают слишком усердно вылизывать себя, и у них появляются залысины. Хотя шерсть у них длинная, у этих кошек нет подшерстка, так что расчесывать их несложно. Когда вы расчесываете кошку, первое, что я советую – будьте спокойны. Если вы спокойны, то и кошка тоже будет спокойной. Но расчесывание не должно быть долгим. Я поняла, что предел для кошек – 20 минут. Шантильи – беззаботные кошки, которые любят внимание, и они тоскуют, если им не уделяют его. От общения с человеком они получают огромное удовольствие. В целом, шантильи – изысканная порода, у которой есть небольшие проблемы с вылизыванием шерсти. Их шерсть необходимо постоянно расчесывать. Им нужно внимание, иначе они скучают. Субтитры сделал DimaTorzok